Приветствую вас, значит, смотрите, отчасти я поддержу своего коллегу в том смысле, что, действительно, стоит обратить на доверие, стоит обратить на то, ну, внимание на то, что вас будет держать после, да, того, как сексуальные мотивы поутихнут, и вообще, насколько вы друг с другом связаны, насколько вы друг другу хорошо доверяете, верите, понимаете друг друга и так далее. Вот, что вас объединяет, ну, вместе, да, что удерживает вас вместе, вот, насколько вы счастливы, насколько вы принимаете друг друга. Вот. Но я хотел бы со своей стороны сделать акцент на некоторых других вещах, которые мне показались очень важными. Это ваша неуверенность в себе и ваша тревожность, может быть даже ревность от счастья может быть. Почему я говорю от счастья? Потому что я неуверенность. Вот. У меня очень мало информации о вас. Но вы спрашиваете основной вопрос у вас какой? Врет ли он мне? Да? Не врет ли он мне основной вопрос, который вы задаете? То есть вас волнует не то, что с мужем происходит. Вас волнует не желание удовлетворить своего мужа, например. А вас волнует, врет он вам или нет. То есть вы не уверены в себе. Вы ставите под сомнение его доверие. Вы ставите под сомнение его отношения. И вот здесь как раз таки и кроется, на мой взгляд, ваша проблема. То есть не проблема мужа, которого, в принципе, может быть устраивает не все, но который живет как бы полностью доверяя вам и, в общем-то, который не планирует ничего менять. Да? Вот. Но при этом у которого явно проблема есть в интимном плане. В интимном плане явно-явно есть проблема. Вот. У человека. Вот. То есть вы обращаете внимание не на эту проблему, да? А именно на то, врет он вам или нет. На кризис ли у него среднего возраста или нет. То есть это все, это все, это все ваши страхи. Это ваши страхи, но ни в коем случае не забота, например, о мужа. Не забота, например, о вашем партнере. Вот. Поймите правильно, да? Я вас не обвиняю сейчас. Я просто хочу, чтобы вы адекватно оценивали свою проблему, которая имеет место быть. Да? То есть если вы не уверены в себе, если вы боитесь, если вы ревнуете, если вы чувствуете себя там, не знаю, недолюбленной, оскорбленной или как-то еще, то с этим нужно работать именно вам. Потому что у вас что-то вызывает. Ваши внутренние конфликты стимулируют вас на то, чтобы обращать на это внимание. Понимаете? То есть ситуация может быть с вами, это вообще никак не связано, скорее всего. Ситуация связана с мужчиной, может быть это дело не в кризисе от среднего возраста, потому что кризис-кризис среднего возраста, да? Он как бы касается в основном психологических аспектов, касается личностного смысла, вот. Но не как бы не сексуального поведения, вот. Поэтому история здесь, она такая, да? То, что отношение к кризису среднего возраста это не имеет. А вот отношение к здоровью мужчины, да? Отношение к здоровью мужчины вполне себе, вполне себе может иметь место быть. Да? То есть все-таки 44 года. Возраст уже, ну, такой, достаточно серьезный. Вот. То есть понятно, что еще не старый, понятно, что в расцвете сил, но могут возникать какие-то проблемы. Особенно если в ваших отношениях есть, ну, какие-то сложности. Вот. Есть же, например, проблемы с доверием. Понимаете? Вот. Поэтому здесь история заключается именно вот в том, именно в том, да, как вы себя чувствуете. Как вы себя воспринимаете и что вы сами для себя хотите. Вот. Значит, так. То есть давайте для начала, для начала, да, поставим вопрос так. Ну, смотрит муж там что-то. Как конкретно вас это задевает? Это первое. Второе. Поскольку это интимная история, да, то есть это история ваших интимных отношений, то нужно, чтобы вы сказали ему об этом. Вот. Сказали о том, что вы, собственно, знаете, что вы, собственно, в курсе, что он, да, там, ну, смотрит что-то. Ну, вот. И что вы его не осуждаете. Но вы хотите, вы хотите знать, почему, например, почему он это делает, что ему это нравится или что. Вот. И не связано ли это как-то с тем, что у него, вот, возникают проблемы в интимной, интимной, так сказать, сфере спана. Вот. То есть вот это все, вот это все, да, нужно разобрать. Это все нужно посмотреть. Это все нужно учитывать. Да. Не через недоверие ваше к нему. Не через такой вопрос, как врет ли он вам. Это вопрос вообще другой. Это вопрос, еще раз повторю, вопрос, связанный с вашей уверенностью в себе. Вот. А именно через открытость и доброжелательность к вашему мужу. Понимаете? Вот. Вот это то, над чем вам нужно подумать, да, как конкретно, конкретно вас задевает то, что он, он что-то там смотрит. Вот. Понятно? Вот это то, что вам нужно для себя учитывать. Вот. Вот. Зачем вы ходили в клуб? Да, то есть это интересный вопрос. А для чего вы пробовали? Пробовали много. Вы понимаете, вот когда партнеры много, именно, ну, именно, именно многое пробуют, да? То здесь, эм, возможно, такая история при, ну, вот, именно, когда многое партнеры пробуют, да? То есть, возможно, такая история, что это будет постоянное, постоянное появление что-то нового, да? Да, но она не позволяет, эээ, как бы, человеку, ну, нужно наслаждаться тем, что есть. Вот. Поэтому здесь, по-видимому, именно вот в том, что вы пробовали что-то новое постоянно, да? Так же может открыться, значит, проблема. Ну, просто. Вот. Хотя информации, еще раз повторю, очень мало. Эээ, пару недель назад стал замечать, что муж, значит, не может дойти до кондиции. Акбранчик продолжается очень долго, и результата никакого, кроме, конечно, что он меня удовлетворяет. Ну, а почему вы не пробовали другой способ удовлетворить своего мужа, не классический? Ну, вот, предлагали вы ему об этом. Говорили коротко на эту тему, ну, на эту тему нужно говорить не коротко, на эту тему нужно говорить обстоятельно и по-другому. А коротко это обесценивание. Вот. Он говорит, что все ок, у меня он как раз же хочет, другого ему не надо, сам не понимает почему так. Ну, значит, надо, значит, надо. Может быть, думает о чем-то, может быть, еще что-то. Может быть, что-то хочет, хочет решиться предложить. Вот. Может быть, просто у него что-то поменяло, да? То есть, может, на работе проблема, может, это все. Вот. То есть, тут гадать можно бесконечно. Гадать можно бесконечно. Нужно еще раз, чтобы между вами было именно доверие. Нужно, чтобы вы были нацелены каждый друг на друга. Не на себя, да? Свои проблемы нужно обещать самостоятельно. А на друг на друг. Вот. И история здесь, она именно такая, как это, по крайней мере, видится мне. Вот. Понимаете? И я думаю, я думаю, что если вы, ну, может быть, поработаете немного со своей уверенностью, да? То есть, если вы увидите, если вы подкорректируете свой страх, да? Ну, если вы не будете бояться того, что, ну, того, чего вы боитесь, да? Если вы будете более уверены в себе, если вы перестанете считать, например, что проблема ваша, или перестанете чувствовать себя, например, задетой, ну, вот, или что-то еще, вот, то мне кажется, вам будет легче помочь вашему мужу, потому что кризис есть везде, да? Это может быть не кризис среднего возраста, но это может быть какой-то другой кризис. Понимаете? Ну, вот. Важно бы понять еще, что появилось впервее, да? Вот. То есть, впервее появились его просмотры, появились, да, его просмотры, или впервее появились проблемы в постели. Вот. То есть, вот это, в принципе, то, что желательно бы вам, ну, значит, в первую очередь понять. Ну, и вот мотив, мотив, почему вы пробовали стату новые, да, в том числе и клубы, вот это, конечно, очень важная история. То есть, не то, чтобы я был против этого пробовать что-то новое, это хорошо, но мне почему-то показалось, что вот для вас это стало, ну, чем-то, знаете, своего рода хобби, может быть, и так далее. Вот. Ну, мне так показалось, что я могу ошибаться. А это все из-за, может быть, из-за недостатка другой сферы вашей жизни. Хотя, еще раз повторю, да, то, что я могу быть не прав. Здесь, потому что слишком мало информации вы написали. Вот. Так что, вот, примерно так вам можно ответить на ваш вопрос. А по поводу вранье, да. Да. Честно, честно, я не думаю, что мужчина вам выбрёт. Просто, может быть, вы его не понимаете. И вот вы именно не понимаете его, потому что для вас, например, любовь и секс – это вещи, связанные, естественно. Да. Вот. А для него, нет, для него не связаны. Ну, может быть, может быть. Понимаете? Вот. Поэтому здесь мне представляется история вот именно такой, именно такой. Но то, что вы боитесь вранья, то что вас волнует именно его ложь – это, безусловно, знак тревожного. А вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. В принципе, оптимально для вас, вот, идеально было бы вдвоём записаться на консультацию к психологу, вот, к любому из наших специалистов, например, на сайте. И вдвоём обо всём поговорить. Втроём обо всём поговорить. Вот. В частности, у меня есть хорошая скидка, вот, на группу, ну, такой вот, семейной консультации двух через двух супругов. Ну, вот. Ну, вот. Скидка составляет примерно, примерно 700 рублей. Ну, вы можете, безусловно, обращаться к любому из специалистов. Ну, просто я вас, вот, ставлю в известность, да, об этом. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Я желаю вам всего доброго. Я желаю вам спокойствия. Я желаю вам, чтобы вы всё-таки, вот, разрешили свою проблему, да, чтобы это не привело к ухудшению отношений между вами. Вот. Я желаю вам удачи. Удачи! Продолжение следует.